Книга открытым оком автор Игнатий Тихонович Лапкин тема церковь вопрос 90 в одной вашей газете написано об отлучении от церкви к примеру за аборты это имеется ввиду человек крещенный возрожденный но такое этого никогда не сделает если у нее истинное возрождение тогда кого это касается ответ человек в крещении омывается от первородного греха и от всех соделанных прежде грехов и получают силу для борьбы с грехами в будущем и человек остается живой и грех живой идет постоянная борьба кто кого послание римлянам 7 глава с 4 по 24 стихи так и вы братья мои умерли для закона телом христовым чтобы принадлежать другому воскресшему из мертвых да приносим плод богу и когда мы жили по плоти тогда страсти греховные обнаруживаемые законом действовали в членах наших чтобы приносить плод смерти но ныне умерший для закона которым были связаны мы освободились от него чтобы нам служить богу в обновлении духа а не по ветхой букве что за что же скажу неужели от закона грех никак но я не иначе узнал грех как посредством закона ибо я не понимал бы и пожелание если бы закон не говорил мне пожелает но грех взяв повод от заповеди произвел во мне всякое пожелание ибо без закона грех мертв я жил никогда без закона но когда пришла заповедь то греха жил а я умер и таким образом заповедь данная для жизни послужила мне к смерти потому что грех взяв повод от заповеди обольстил меня умертвил ею посему закон свят и заповедь свята и праведные добра и так неужели добрая сделалась мне смертоносным никак но грех оказывающийся грехом потому что посредством доброго причиняет мне смерть так что грех становится крайне грешен посредством заповеди ибо мы знаем что закон духовен а я плотям продан греху ибо не понимаю что делаю потому что не то делаю что хочу а что ненавижу то делаю ибо если делаю то чего не хочу то соглашаю с законом что он добр а потому уже не я делаю то но живущий во мне грех ибо знаю что не живет во мне то есть в плоти моей добрая потому что желание добра есть во мне Но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону мамы его и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего, Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. Вы, очевидно, мало знакомы со Священным Писанием и историей Церкви. Там разворачиваются целые сражения и падают убитые в борьбе с грехом. 1 Коринфянам, 5 глава, с 1 по 2 стихи. Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. И вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был от среды вас, сделавший такое дело. 3 Послание Иоанна, 1 глава, 9 стих. Я писал в Церкви, но любящие первенствовать у них, где отрев, не принимает нас. 3 Иоанна, 1, 10. Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами и недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из Церкви. Книга Деяний, 20 глава, 29-30 стихи. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Книга Откровений, 3 глава, 14 по 18 стихи. И ангелу Ладыкийской Церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верной и истины, начало сознания Божия. Знаю твои дела, ты не холоден, не горячь. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то изверну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Так, советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. В правилах Вселенских и Поместных Соборов, и особенно в 90 правилах Василия Великого, дается рецепт, как наказывать согрешивших членов Церкви, на какие сроки отлучать их, накладывая пятимью. Перечисляется весь уголовный кодекс, под который подпадают верующие. Убийство, волшебство, разврат, скатоложство, мужеложство, измена, разбой, ереси, святотатство, клевета, клятва преступления и многое-многое другое. Житие Якова Постника, память его 4 марта, повествует о том, как он сразу совершает три смертных греха, когда ему было более 60 лет. Изнасилование, убийство и непредание земле трупа. Но победа дьявола очень часто служит к славе Божией, если человек уповает на помощь Божию. Нил Синайский говорит, согрешить дело человеческое, а отчаиваться дело сатанинское. Я вижу, как некоторые недовольны тем, что Бог прощает таких великих грешников, говоря, А та убитая девушка, лишенная жизни, так просто списана, она так же хотела жить и радоваться. Как-то больно уж просто все у верующих, сказал два слова, Господи, прости, и уже в дамке. У верующих все рассматривается с позиции вечности, и тогда все выглядит совершенно по-другому. Например, ревностные большевики, душители и расстрельщики уничтожают все царское семейство в России. Преступная жестокость вызывает сожаление и ненависть. Погибли молодые девушки. Мальчик, наследник. Но посмотрим на 305 лет правления династии Романовых. Ни для кого не секрет, что русские цари жили, ах, как далеко не свято. Возрожденный человек отличается от невозрожденного тем, что он умышленно не грешит. А если случится такая беда, то он горько раскаивается в этом и всеми силами старается никогда к тому не возвратиться.